вот товарищ начальник доброе утро запись идет делаем объясняшку что такое социальная логистика на вы что мне нужно было за одну ночь выучить здесь пройти весь курс дефицциальных уровней издать экзамен вот и я это за ту ночь не сделал и мне этот ужас кошмар снился 13 лет просто я просыпался мокрым потом вот здесь одна ситуация я не понимаю что надо сделать я не вижу конечно результаты куда да сейчас я вам помогу вот смотрите я вам открыл мой экран и вы по идее видите чего мне тут нарисовано знакомая картиночка вот на смотрите я бы так взял я бы немножко эту картинку переделал вот смотрите как я бы сделал во первых я бы убрал вот это вот дело тут же у нас дело правда дело вот я бы написал что это у нас эко сеть значит эко сеть вот так понятно да вот это у нас эко сети ну вот мы с вами делаем косить вот это одно второе значит что у нас вот это у нас никто нибудь вот этот человек который к до а это у нас конкретный товарищ сорокин вот сорокин виктор виктор михайлович вот но мы можем так вот сделать сорокин виктор михалыч вот ну чуть-чуть так сделаем чтоб красиво было а здесь напишем что мы здесь напишем здесь мы напишем грамм и к да да григорий олегович написали и так мы с вами делаем дело как вполне себе конкретное понятно да вот так вот не надо нам никуда далеко ходить понимаете какая штука вот теперь я значит вот тут кое-что лишнее убираю вот это вот убираю да елки-палки нет нет вот и говорю так смотрите я с это снова нарисую вот только более так это красиво и понятно вот я говорю вот у нас есть некоторой так это не то сейчас минутку вот у нас есть некоторый параметр параметр вот и к нему есть значит вес вот я просто сделал такие поля чтобы нам удобно в них было писать вот и дальше у нас что есть у нас есть к этому параметру некоторая самооценка вернее экспертная оценка есть некоторое пояснение к нему да сейчас секунду придется это вырезать потому что неудобно так сейчас вот сейчас я еще открою эту схему вот эту потому что я не все помню вот значит что здесь у нас вес содержание да вот смотрите теперь будем дальше записывать вот это у нас вот это у нас чуть пониже и вот так вот это мы себе напишем название параметра вот здесь напишем вес да вес вот здесь у нас значит значит внешняя оценка вот она вот это внешняя оценка вот вот так сейчас подождите подумаю так ну что смотрите я говорю давайте теперь конструировать итак мы с Сорокином заняты делом эко сетью да в этом деле я выделяю такой параметр как вклад в мое дело дело понятно да а не важно ваш там еще чей то понятно да поскольку дело обозначено это эко сеть да да вот или я бы даже тут мог сказать знаете что я бы мог так сказать почему обязательно в мое просто в дело правда а ну хорошо вот просто в дело вклад вот просто в дело значит какой вес мы дадим этому параметру да да хорошо значит мы с Сорокиным сошлись на мнение что это вес имеет значение 100 да да давайте сказать вот тут у нас есть такой движок где он тут оделся а где-то он был правда да движок где-то был сейчас мы найдем его вот здесь он где-то был вот вот он видите вот он беру вот он беру сейчас мы его заберем и поставим куда нам нужно вот здесь вот вот значит вот это мы все удаляем оно нам теперь не надо пока что и мы его сюда кладем вот содержание это висать сам снова надо подождите содержание не не большое квадратное квадратное ну в общем ну в общем короче это не получается ладно тогда мы это удалим нет содержание у нас вот оно вклад в дело это это название нет это название параметра нет понятно понятно тогда не так тогда это просто будет не так это будет вот как это будет параметр 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 да и его название вклад в дело да вклад в дело вот а теперь а содержание внизу вот а теперь смотрите я говорю вот так вот это я рисую движок да снова рисую его вот я говорю так значит у меня дайте сейчас мне вот тут у меня палочка и тут у меня палочка ну и что вот тут у меня ноль вот это ноль вот значит тут у меня минус а тут у меня плюс вот так здесь у меня движок так стоп а чё он не слушается алло странно как то чё это оно делает нехорошо Так, где у меня тут треугольник-то, вот он, вот он треугольник, вот у меня треугольник вот такой будет, да, поменьше можно сделать, вот, и мы его сделаем вот так, а потом вот так. Вот, и вперед, мы с вами его задвигаем вот сюда, и говорим, у нас 100, так, а что если мы назад сделаем, мне так не нравится, мне вот так нравится, вот. Пускай так будет, ладно? Да, вот так, да. Нет, так тоже нехорошо. Сейчас, я такой эстет, вот, поэтому вы меня извините за это. Нет, нет, нормально. Вот, значит, я вот этот минус поставлю вот здесь, вот этот плюс я поставлю вот здесь, с вашего позволения. Да, значит. Вот, а вот этот движок я все-таки сделаю сверху, вот, и вот тут он у нас будет ездить. И мы с вами его поставили вот сюда. И сказали, вес у нас этого параметра, вот я уже где-то стер нечаянно, значит, это будет 100, понятно, да? Да, да. Вот. Итак, 100. И вот, значит, мы с Сорокиным делаем дело Экосеть. Да? Хорошо. Вот, и, соответственно, я говорю, слушайте, вот, значит, Виктор Михайлович Сорокин в это дело, ну, сделал какой-то вклад, да? Да. Вот, и тогда я, так, а что это, ой, неправильно, тогда я беру этот движок и ставлю ему вот так. Да? Хорошо, да. Вот, и говорю. Тридцать, ну, когда я ставлю, сразу появляется вот это, да? Да. Вот, а теперь я здесь пишу за что. Да? Так. За? По раме за содержание, да. Одиннадцать субстанций. Субстанций. Да? Да. За одиннадцать субстанций. Ну, Сорокин знает, что это такое, да? Да, знаю, да. Вот. Или я могу там написать еще, я помню, что Сорокин вложил хорошее дело в анкету, правда? В анкету пунктов много добавил, правда? Да, был, забыл. Ну, нам главный принцип. Да, главный принцип достаточно одного. Вот. Теперь смотрите, какая у нас картинка получается. Мы ее сейчас обозрим в целом. Вот такая картинка получается. Ну да. Вот, значит. Итак, по поводу какого-то дела, я могу данному участнику написать, сам я пишу. То есть, вот, смотри. Да, вот то, что здесь написано. Да. Но я хочу что сказать для наших зрителей. Для наших зрителей я хочу сказать следующее. Что вот этот вклад в дело, сам параметр, да? Да. Он, его кто пишет? Пишу я, правда? Конечно, да. Вот, то есть, это мое право. Я как придумал название, так и написал. Да, конечно. Значит, дальше. Кто делает вот это? То, опять же, вы. Нет, неправда. Неправда. Так не было. Вес, без параметра, конечно, вы устанавливали. Нет. А, нет. Вес, нет. Вы. И вы еще. Нет. В нашей анкете? Нет. А я вам так скажу. Ведь это делают все участники. Когда они видят этот параметр, они вправе поставить любое, чего они хотят. Ну, правильно. У каждого слоя, слоя, слоя вес. Свой вес, да? Да. Вот. Ну, то есть, сюда могут влиять разные люди, да? Конечно. Вот. Дальше. Вот это дело. Вот это дело. Да. Вот сюда. Пишу я, правда? Да, конечно. Вот. И, соответственно, еще вот это тоже пишу я. Конечно. Да. Вот. Вот так. Вот, собственно, и вся объясняшка. Нет. Это объясняшка, это нормально. А вот то, что мы начали там кинофильм строить на этом деле, вот это мне уже непонятно. Подождите. Значит, вот то, что я сейчас нарисовал и то, что мы здесь записали, да? Да. Оно, может быть, немножко для телезрителя, для нашего зрителя будет длинно, потому что я тут пока рисовал там и так далее, да? Да, по крайней мере, понятно. Вот. Ну, по крайней мере, мы видели сам процесс, да? Да. Я могу сказать, слушайте, а что мы далеко так ходим за примерами? Нам там Сергей Михайлов напихал миллион всяких примеров из жизни. То какие-то цыгане наркотиками торгуют, то еще там чего-то, да? Ну. Помните, да? Вы читали, наверное? Да, нет. Не читали. Он нам надавал очень много примеров из жизни. А вот если там какие-то люди покупают билеты в какой-то парк и там плюют на дорожках. Вопрос, занимается ли социальная логистика, ну как-то с этими людьми что-то сделать? Понимаете, да? Ну, вопрос, да. Вот, я сейчас не хочу в эти вопросы сами влезать, но дело в том... Нет, не надо, сам вопрос не надо. Да. Я просто привожу пример, что Михайлов этих примеров дал там штук восемь или больше. Понятно, что угодно. Очень цветастые примеры из жизни, совершенно разнообразные, совершенно фантастические. Я ни в каком кошмарном смысле таких примеров придумать не могу. А Михайлов может. Вот, у него такое свойство организма. Я ему страшно благодарен за это, да? Да. И тогда я что делаю? Я говорю, слушай, товарищ Михайлов, теперь у меня вместо Сорокина вот здесь справа будет Михайлов. Да. Он в мое дело вложил, я пишу, вот, вклад в дело. Я ему задвигаю вот здесь, например, там не сто, а за эти, значит, его примеры, там, ну, движок вот этот двигаю куда-нибудь, да? Да. Ну, например, вот на эти же тридцать, да? И пишу ему, за удивительные примеры из жизни, да? Да. Вот здесь появится, значит, внешняя оценка, да? Вот тут вот, да? Да. Ну, дайте сейчас секунду, я это сделаю, чтобы нашим зрителям тоже было видно, куда я что показываю, потому что им же ни хрена не видно. Я говорю, вот, вот здесь будет оценка, которую я дал этому, значит, делу, да? Да. Вот. И, соответственно, вот здесь вот будет, за что именно я напишу, да? Да. Ну, вот, вот и все, так сказать. Так, тут у меня маленький брачок появился, сейчас я его исправлю. Я забыл переключить, вот здесь у меня стрелочка стерлась. Вот. Понимаете, да? Да. То есть, я сам придумал параметр, который называется вклад в дело, да? И выбираю, кому и сколько я ставлю и конкретизирую, за что. Да, да. Вот. А теперь представьте себе, что все участники нашего этого, ну, вот так делают, да? Да, вот все так делают. А теперь я делаю маленький эксперимент. Смотрите, какой. Я говорю, а вот этот у нас Сорокин, он влезает в дискуссию и начинает пороть всякую хрень. Понятно, да? Да, понятно. Из-за которой происходят какие-то, на мой взгляд, на мой совершенно субъективный взгляд, да? Вот. Нехорошие дела. Тогда я что делаю? Я беру вот эту штучку, ставлю ее вот сюда. Да? Да. И отодвигаемся в сторонку. Нет. И говорю. Минус. Минус 60. Так, а что она мне красным пишет? Мне красным не надо, мне надо темно-синим. Вот. Да. Минус 60 и за что? Да? Поругался с Михайловым? Да. Михайловым? Да. Ну вот. Я говорю, ах, падла такая эта. Взял и поругался с хорошим человеком, да? Да. Ну вот. Понятно, да? Да. И все. И, соответственно, Сорокин это видит, да? Сорокин видит. Он это видит? А, ну, фанти вопрос. А Михайлов со мной не поругался? Слушайте, это мое дело. Ведь там вон стрелочка. Молчу. Это же, я же стрелочкой, вы видите, нарисовал. Да, 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 да. Кто чего делает, да? Да. Вот, собственно говоря, на этом можно было бы и закончить нашу с вами объясняшку. Не, не, не объясняю. Это все пустит ей. Тут два момента. Момент первый, что потом сделают все с этими цифрами? Потом, потом. А, очень... Не, 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 не. Что с ними потом делать? Куда, что в той куче, куда они соберутся, что с этими цифрами делать? О, хороший вопрос. Это один вопрос. Не, подожди. А второй вопрос. Какое это отношение имеет к кино, которое вы представляете? А кино, оно должно вот примерно так выглядеть, как вот мы сейчас здесь сделали. То есть, смотрите, я это все могу нарисовать в программе объясняшки, да? Да. Довольно, ну, компактно это сделать, быстро. Зрители это все увидят за пару минут. Понимаете, да? Да. Тексты, которые там должны звучать, мы их сейчас вот с вами проговорили. У нас получилось там, ну, полчаса нашей записи сейчас, да? Ну, да. Терроризировать зрителей таким количеством времени, но мы не имеем права, да? Да. Поэтому я беру планшет, быстренько там все вот это рисую от руки, да? Да. Делаю надписи. И получается две минуты объясняшка с понятным очень текстом, да? Единственное... Единственное... Ну, да, конечно. Ну, да. Тут проблем нет. Понимаете, да? Да. Вот. А проблема идет, когда будем составлять программу фильма? А вот она, вот вся тут мы нарисовали ее. Прямо отсюда мы можем это взять и написать. Теперь смотрите, я отвечу на ваш первый вопрос. Да. Что делать с этими цифрами? Вот они. Да, да, да. Очень все просто. Значит, это ответ готов, товарищ начальник. Давай, давай. Да, сейчас вам будет. Значит, вот. У нас есть такая фигня, как, сейчас я ее здесь напишу, называется достоинство. Достоинство, да. Как он формируется, достоинство? Во, 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 сейчас, секундочку, секундочку. Да. Сейчас как раз вот это то самый вопрос, который нужен. О, достоинство, крупно напишем, да? Ага. Вот. У этого достоинства есть какое-то значение, правда? Есть, да. Вот, давайте мы это значение вот тут нарисуем. Вот так, да? Да. Вот. То есть вот достоинство этого участника. Это некоторый интегральный показатель, да? Да, это интегральный показатель, да. Вот. Так вот, теперь я беру, значит, вот такой цвет какой-нибудь такой поярче, да? Да. И говорю, вот из этих вот, вот из этих вот, по неизвестному нам пока алгоритму, нам это надо сформировать. Да. Вот, вот, я-то имею в виду, что алгоритмы тут неизвестны, поэтому... Не, подождите секундочку. Да. И еще мы должны учитывать вот это. Ну, конечно, да. Ну, то есть, как-то, да? Да, конечно. Вот. Но еще, смотрите, что интересное получается. Еще мы должны с вами учитывать очень сложную вещь. Сейчас я вам ее нарисую. Секунду. Значит, вот у этого хрена, который тут все делал, да? Ну. У него тоже есть свое достоинство, правда? Ну, да. И в зависимости от этого достоинства, ну, те или другие его действия приобретают разный, тоже вес, понимаете? Ну, конечно. То есть, если человек с высоким достоинством поставил какие-то оценки, да? Ну, понятно. То вот это вот. Они имеют очень большой вес. Да. Они... Его оценки умножаются на его достоинства. Это понятно. Не-не-не. Умножаются это, возьмем в кавычки и скажем, это примитивный подход. Понятно, да? То есть... Примитивный, но уже хороший. Ну, уже как... Я бы так сказал, какая-то нелинейная зависимость. Понимаете, да? Да. Вот. И здесь я бы сделал вот опять вот, взял бы вот этот цвет, взял бы вот эту вот штучку и соединил вот это вот с этим. Да. Понятно, да? Вот. И здесь вот сделал бы стрелочку. Вот. Ну, вот, собственно, вот это и есть социальная логистика. То есть, нам нужно два алгоритма, и даже вообще-то один. Как формировать достоинства с учетом вот этих трех зелененьких стрелочек. Понятно? А потом, когда у Сорокина сформируется его достоинство, он окажется вот с левой стороны и сам начнет кому-то писать какие-то параметры, да? То его достоинство тоже будет в кавычках умножаться, да? То есть, являться каким-то коэффициентом повышающим или понижающим, если у него там минус, да? Понимаете, да? Ну, как разумеется. Ну, вот, все. Вот, собственно, это и есть социальная логистика. Значит, ее основной момент, что название параметрам придумывают сами участники. Конечно. Это без проблем. Проблемы, если проблем, как вот эти субъективные оценки потом, из них составить общую оценку. Вот проблема. Ну да, конечно. Думайте, товарищи, думайте. Вот. Вот об это я и бьюсь, черт бы вас побрал всех. Да. Вот. Почему я так ругаюсь? Потому что никто не хочет мозги свои в это вкладывать. За исключением, пожалуй, двух человек. Ну, хорошо. Это у нас Виктор Сорокин. Первый человек. Мне чуть-чуть интересно. Вот. И второй человек... Мне интересно в любом случае. И второй человек, который только что появился, так сказать, в нашем сообществе и как-то начал участвовать, это воин. Александр Миронович. Да. Он тоже проявил к этому интерес. И у него очень большой багаж, опыт и квалификация, которые было бы желательно, чтобы он вложил в формирование этих алгоритмов, которых пока нет. Да. Есть еще один человек, который участвует в формировании этих алгоритмов непосредственно. Я его уже несколько раз упоминал. Его фамилия Цейтлин. Живет он в Ханнофере. И зовут его Натан Абрамович. Понятно, да? Он математический статистик, так сказать, можно сказать, с пеленок. И он вот знает все эти формулы, там всякие, да-да-да, да? Но все его формулы для этого не годятся. Вся его математическая статистика здесь неприменима. Она будет полезна, но ее напрямую применять сюда нельзя. Потому что здесь статистика какая-то размытая, нечеткая статистика. Очень. Понимаете, да? Да, она была бы четкая, если бы количество вот этих дел было бы конечное и четко определенное. Ну, правда, было бы сто дел. Тогда все ясно. А дел-то может быть сколько угодно. Ну, да, но дело вот в чем, что... Нет, дело вот в чем, поскольку я уже это не раз показывал, да? Ну, давайте еще раз покажу. Вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста, конкретная ситуация конкретного участника эко-сети. Вот он я. У меня, значит, четыре дела, да? Да, четыре дела. И в этих... И кроме меня здесь еще 14 человек участвуют, да? Да, да. Ну, и, в общем, количество дел достаточно конечное. Поэтому, да, ну, еще вот используя эту картинку, можно сказать, что всем вот этим вот безобразием, о котором мы только что говорили, да? Да. Я имею в виду вот это вот, где мы тут рисовали, да? Вот это, да? Все вот этим безобразием могут заниматься только люди, связанные между собой одним делом. Ну, конечно. Понимаете, да? Это я говорю для наших зрителей, чтобы они не забывали, что это не может любой человек с улицы, да, прийти и там что-то мне там написать. Не, 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 не. Кроме того, возможно, что в наших алгоритмах будет так, что, например, человек пришел в какое-то дело, записался, да, и тут же начинает расставлять отметки. Может быть, ему пока нельзя это делать? То есть нужен какой-то алгоритм. Кто может это делать, кто нет, правда? Кому расставлять оценки? Участникам? Да, конечно. Вот, то есть, понимаете, права участника, они зависят от достоинства, правда? Ну, вот, правильно, значит, есть он только что пришел. Достоинства неизвестны, достоинства пока маленькие, нарабатывать надо. Да, так вот, смотрите, оно не совсем ноль, потому что он заполнил анкету, правда? Да, оно почти ноль, да. Анкету он заполнил, и какое-то достоинство благодаря заполнению анкеты у него возникло. Ну, разумеется, да, ну, допустим, там пять. Да, ну, неважно, какое-то число. По каким-то пока не созданным алгоритмам мы его вычислили. У каждого члена группы, у нас, скажем, пятьдесят или сто. Да, вот, поэтому у нас должны быть какие-то алгоритмы, которые это учитывают. Кому-то что-то можно, а кому-то что-то нельзя. Ну, вот, он как раз входит в ту самую функцию суммарную. Ну, вот эту, которая неизвестна. Да, неизвестна, да. Ну, не функция, а алгоритмы, лучше говорите. Нет, алгоритмы, да, но в этом алгоритме есть вот такая функция. Функция от этих, от частных оценок, от частных оценок перейти к общей оценке. Так это и есть алгоритм. Это не функция, это алгоритм, как это сделать. Ну, да, этот алгоритм осуществляет, конечно, эту функцию. Он вычисляет достоинство, правда? Ну, там есть и функция, и алгоритм, да, хорошо. Ну, ладно, то, что у Сорокина в голове каша с понятиями, это я давно понял. Да, 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 да. Вот. Ну, к достоинству можно отнести, что он с чем угодно соглашается. Не, не, ну как с чем угодно. Я сказал, что я, вот, самая трудная работа была у меня. Вот, продолжить ту картинку, которую мы с вами начали. Ну, да, понятно. Ну, вот мы ее уже завершили, вот она. А с этой картинкой без проблем. Тут проблем нет. А вот с той картинкой я в ту питье. Вот, ну ладно, мы сейчас тут не будем, мы к ней потом в частной беседе вернемся. Хорошо. Вот. А здесь вот пока что так. Вот мой ответ и моя объясняшка, наша с вами объясняшка, да? Да, нормально, нормально. Я думаю, это может сократить до трех минут, и всем будет понятно. Вот. Да, то есть вот остается только это компактно нарисовать, смонтировать и все. Вот, и дело, дело вот за той самой функцией, по-моему, по вашему алгоритму. Да. Перехода от частных значений, от общей отзывы. К интегральным, да? Да. Вот, ну вот. Вот, так что я бы подвел такой итог, что во всей вот этой каше, которую мы здесь видим, да? Да. Вот. Значит, в ней, так сказать, могут участвовать не все подряд, а только те, кто связаны между собой общим делом, да? Это понятно, да. Соответственно, вот, придумывать то, чего писать, вот, в параметрах его названия, может каждый произвольно. Да, естественно, для всех остальных участников список этих придуманных названий и параметров, он открыт. И каждый может... Открытый, он свой, да. Не, не, то есть другие люди могут пойти и посмотреть, а какие вообще есть параметры. Да. Понимаете, да? Хорошо. Это хорошо, это полезно, это надо развивать. Ну, это, значит, как бы получается взаимо такое обмен опытом, да? Да, это хорошо. И также, да, может быть, я не знаю, всем или не всем пока, может быть, доступна вот внешняя оценка и за что она дана. Вот там поругался с Михайловым, да? Ну, да. Вот. Ну, вот такая вот штуковина у нас получается, наша социальная логистика. Да, да. Вот все. Все, да. Ну, что, на этой прекрасной ноте заканчиваем, да? Да, заканчиваем. Хорошо. До свидания. До свидания. До свидания.